Ну, немножечко почитаем, чем там занимается Сержио Матвиенко. Вы сразу можете увидеть, что тут такое. Добрый день. Успокоился, сварил супчика с мясом. Мясо, 70 грамм, фото. Ну, это вот это фото. Супчика сварил. Ну, молодец. Супчика это. А вот следующее фото. Вот особенно на это обратить внимание. Это вылез герпес. Что он спрашивает? Посмотрите, пожалуйста, вот это высыпание на губе. И есть признак замусоривания толстого кишечника. Нет. Сержио это и есть герпес. Вот так вот вылазит герпес. Герпес вылазит тогда, когда для него создаются соответствующие условия. Когда в организме огромное количество пищи, и он тут начинает, грубо говоря, быковать. То есть создали ему условия, и он выскочил. Вот, кстати, вот она. А условия создал вот таким вот питанием, жор и так далее, так далее. Далее он пишет. Ем яблоки и тихонько плачу. Яблоки ем не потому, что пришло время, а появилось чувство голода. Последний приём пищи. Из великолепного супчика, о котором вы постоянно говорили. А как раз, когда человек выходит из голода, и дальше он, например, начинает там уже набирать вес, то для того, чтобы усмирить и ветерочек, то есть сухость и холод в организме, очень хорошо подходят супы такие, наваристые супчики, в тёплом виде. Они как раз то, что им надо делать. А теперь пришла пора прощаться. Всё это время вы были для меня надёжной опорой. Я бы не сказал, что вы там распрощались и так далее. Просто мне уже, Сержу, говорить особо нечего. Я ему рассказал, ну будем говорить, за ручку вывел из этого голодания, которое он там сделал, как там он сделал. И он вроде как и слушает, а действует по-своему. Вот я про супчики говорил, говорил ему сколько раз. Он только их начал применять. И так далее, так далее. Как избежать жора. Ну много всего я говорил. Ну это, так, я ни на секунду не сомневался в ваших знаниях и умениях и чувствовал себя как за каменной стеной. Ну, чувствовать чувствовали, а вот одно и то же приходилось повторять многократно. И все данные рекомендации, которые я ему дал, они также ещё и работают. Как, опять-таки, того же жора избежать, чтоб работал кишечник и много-много-много. То есть он просто-напросто смотрит, что я ему давал, да, и это. Что-то нет у меня слов, чтобы описать свои эмоции. Ну, бывает. Я на похоронах отца так не плакал, как сейчас. Но это расставание неизбежно понимаю. Сержу, никто с тобой не расстаётся. Просто, что тебе говорить одно и то же. Так что я не считаю, что мы как-то расстались. Расстались. Просто мне уже тебе что-то нечего рекомендовать. Всё, что можно, уже порекомендовано. Твоя задача – исполнять. Ну, вот насколько ты исполняешь. Так. Теперь надо брать ответственность за себя и свою семью на себя. Ну, естественно, это давно пора. Пора. Хватит искать тех, кто мог бы за меня это сделать. Хватит искать виноватых и бегать по святым отцам. О чём ему тоже говорил Сержу. Вот ты выходишь, ты сосредоточься на выходе. Чтоб вот этот гарпес не вылазил. Чтоб там всё зависит от меня. Да. Я уверен, что самостоятельность сделает меня более дисциплинированным и заставит более чётко выполнять все ваши рекомендации. Ага. Тем более, они все даны очень чётко и в кратком виде. Всё, как я люблю. Я очень вам благодарен, что подарили шанс на вторую жизнь. Шанс на вторую жизнь. И важно этот шанс не упустить. Я бы не сказал, что работа над собой, просто вот, как бы сказать, смотря, какие планки вы ставите. Одно дело, здоровье. Для этого слишком много ума не надо. Просто-напросто соблюдать рекомендации, в соответствии с которыми работает наш организм. Грубо говоря, вовремя вставать, вовремя ложиться спать, давать физическую нагрузку, правильно кушать, избегая мешанины и переедания. И, естественно, бодрый настой. Я ж не зря вам столько дал образно-волевых настроек и вообще вот таких песенок. Ветерок играет, солнышко искрится, тучка по небу медленно плывёт. Как хорошо мне сейчас живётся, и душа отчасти ликует и поёт. И душа отчасти ликует и поёт. Пойте вот это как можно чаще. Если вы сами не можете, пойте как чаще. Другое дело, если я, я стараюсь идти, ну, не то что по максимуму, но где-то ближе к максимуму. Поэтому я применяю такие сложные тренировки и прочее, 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 которые перестраивают мой организм, мою энергетику и так далее. Так, вот как раз пишет Петрович вот такую тяжёлую телегу. Тягая сегодня, благодаря вам, работа идёт полным ходом. Видите? О, после голодания. Есть такое дело. Кстати, ему написал, что после того, как организм восстановится, очень сильно возрастает половая функция. И вот как раз самые здоровые детки, получается, после голодания, после того, как восстановились, вот было замечено, после Великого Поста, дети, которые их зачинают, они обладают очень большой жизнеспособностью. Поэтому, Серджи, если тебе нужен сыночек, ну, поднапрягись. Так, это чё он так вот тут делает? Хочу показать вам, что у меня получилось за сливочные колбаски или амарантовое тесто с горчичным маслом. А я горчичным маслом, мне не нравится. Курагой, яблочной сушкой, пророщенным зерном, ну, намешал, намешал, намешал. И ещё аромантовая крупчатка и аромантовая мука, и стакан кипятка, описание на канале. Так, что это тут такое? Вот он тут, сколько можно там перестраивать. Вот я, допустим, сделал там дом, и как-то особо не лежит что-то, душа что-то перестроит, поэтому тут и денежки надо, и так далее. Серджи, вот видите, что-то тут полы заливает, перестраивает, что-то там делает. Вот, так что можете его зафрахтовать на земляные работы и на бетонирование. Вот он пишет так, документальное подтверждение того, что силы у меня столько, что целый день, не представляю, работал. И тяжело работал, и менять их на жор как-то жалко, напишу на канал подробнее. Пиши, пиши. Это вот что-то, вот тут что-то есть. Значит, соскучился по вам, поэтому высылаю в фоточку каши из проросшей пшеницы, перекрученной на мясорубке, и тыквы. Хорошее сочетание. Скушай с постным маслом, без сала. Каша ферментированная или томленная на 80 градусах. Я так думаю, если Серджио, так сказать, в это дело вникнет немножечко посерьёзнее, то с него получится великолепный специалист. Он тут ведь и ферментирует, и то, и всё, пятое, десятое. Я даже такими терминами не пользуюсь, как там ферментация и прочее, прочее. А это вот он, как он сейчас выглядит. Ну что ещё? Набрать, набрать, набрать височек. Так, сразу же подсказываю, слишком много капнул дёхня у пупок, может сжечь пупок. Вот, ну если так немножечко туда дальше, недельки ещё две пройдёт, я думаю, он обрастёт тут мясцом, сальцом, и будет гарный, гарный мужчинка. Ну, видите, тут ещё вот уже животик провисает, животик провисает, так сказать. Грудка немножко упалая, но в целом нормально, в целом нормально. Вообще-то конституция, он всё спрашивал мне, какая конституция. Конституция, Серджио, у тебя хорошая. Я бы даже сказал, вот судя по ступням ног и по этим самым. По кистям рук, на голове волосы, но у тебя долгожителя, Серджио, так что нормально. Вот он написал, так я выгляжу сейчас. Ну что, вы увидели, сил полно, делает земляные работы. Ему сейчас, вот, не переедать, пусть немножечко, так сказать, в небольшом голодке будет. Вот, не переедать, питаться, значит, с учётом того, что я ему там сказал. Меньше разной мешанины вот этого вот там, то есть он там готовит разные эти. Да и восстановится, и будет всё как надо. Так что, Серджио, приветствую тебя. Желаю долгих лет жизни. Так что никто тебя не забросил. Главное, чтобы человек сам себя не бросил. И канал для таких людей, для того, чтобы в случае чего где-то там помочь, подсказать. Не только я, но и вы добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всём объёме и углублённо рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.